Добрый день, уважаемые зрители! С вами компания Tasey, меня зовут Артем. Сегодня у нас на автомобильном обзоре два городских хэтчбека Honda Fit 2017 года. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня очень холодно, дует приморский ветер, который, наверное, самый серьезный фактор зимы в Приморье. Поэтому хочется чего-то яркого, такого, как два этих автомобиля. Вы не смотрите, что один из них синий, а другой серый. На самом деле, это очень яркие хэтчи. Яркие по своему характеру и вообще то, что пыталась сделать компания Honda, производя этот автомобиль Honda Fit, это настоящий символ яркости и молодежности, поскольку этот автомобиль изначально был рассчитан именно на молодую аудиторию. Хотя так не всегда. Вот согласно статистике, в России, например, эти самые фиты покупают и люди среднего возраста, и старше поколение. Ну, в общем, так, более-менее равномерно он продается по возрастным сегментам. А в Японии это выбор молодежи, конечно. Машина городская, шустренькая, такой вот классический хэтч с вариатором на ранних парах. Первое поколение их вообще, ну, произвело фурор. Его выпустили в 2001 году. Многие приморцы и владивостокцы хорошо знакомы с этой машиной. И это в 2001 году, когда там продалось около 100 тысяч экземпляров, он стал автомобилем года. То есть это настоящий успех. Следующее поколение выпускалось с 2007 по 2013 год. И в целом, я бы сказал, что оно сохраняло свои традиции, ну, традиции и концепцию этого самого автомобиля вообще. Хонде Фит. А перед нами, у нас на обзоре сегодня сейчас третье поколение машин, которая начала выпускаться с 2013 года. Но наши автомобили, они года 2017, и как можно увидеть, это вот хорошо видно по решетке радиатора. Она прям выдает, что этот автомобиль рестайлинговый, а этот еще дорестайлинговый. Мы сегодня несколько поподробнее поговорим, но чуть позже, чем они отличаются. Предлагаю более подробно порассматривать их со всех сторон. Пойдем поглядим. Под капотом этого серого, чуть не сказал коня, но это все-таки не кони, это маленький пони. Находится двигатель объемом 1,3 литра, но это не единственная силовая установка, которая, в принципе, существует в этих автомобилях у этого модельного ряда. 1,3, а еще бывает 1,5. При этом 1,5 бывает гибридным, а бывает и не гибридным. Вот у нас сегодня есть автомобиль, у которого гибридная силовая установка, голубенький второй фит, а этот автомобиль оснащен двигателем объемом 1,3 литра. Отдельно говоря про машины компании Honda, невозможно не упомянуть систему, которую она запатентовала, причем это произошло еще в 90-е годы, называется она FTEK. Сейчас в более современных машинах эта система получила свое продолжение, теперь она называется IFTEC. Там более глубокое компьютерное управление всей этой штукой с впрыском. Ну, то есть технологии не стоят на месте, все-таки движутся вперед. FTEK это довольно просто. Это система, которая управляет фазами газораспределения. В зависимости от количества оборотов, от интенсивности, ну, от вашего вообще режима езды, там немножко меняется наполняемость камеры сгорания. То есть на низких оборотах она одна, на средних и высоких она немножечко другая. Это дает динамику, безусловно. В этих автомобилях существует три разнообразных варианта трансмиссии. Первое. Это традиционный вариатор, традиционный для Хонды и для Fita в частности. В общем, все к нему более-менее привыкли. Кто-то его любит, кто-то его не очень любит. Говорит о том, что они ломучие, они не очень надежные. Но надо понимать, что это, в общем, городские автомобили, которые требуют к себе более нежного обращения, чем все-таки какие-то внедорожники или более серьезные машины. Серьезный я имею в виду размер, конечно. Также существуют автомобили с механической, совсем с классической механикой шестиступенчатой уже на данный момент в этих поколениях. И такие автомобили, как вот этот наш голубой герой, у которого не вариатор, а роботизированная механика. Некоторые ее, скажем так, не то чтобы недолюбливают, но как будто бы не до конца понимают. У нас сегодня была возможность прокатиться и на одном, и на другом фите. Я хочу сказать, что вариатор, он понятен и предсказуем для человека, который ездил раньше на машинах японского производства, для внутреннего японского рынка. А вот эта роботизированная механика, она немножко странная. Может быть, ее нужно как-то настраивать или как-то привыкать к ней. Но вот самое главное ощущение, которое получаешь, садясь за руль этого автомобиля, что ты давишь на газ, а она ничего не происходит. То есть она как будто вот задумывается на секунду, и только потом у нее происходит отклик. Такое вот действительно складывается ощущение, что там внутри сидит робот, который за тебя втыкает нужную передачу. Но прежде чем воткнуть, ему нужно чуть-чуть подумать. На этом, наверное, на трансмиссиях все. Предлагаю перейти в салон, посмотреть, что у этих автомобилей внутри. Пройдемся немножечко по салону этого автомобиля. И честно хочу сказать, мне здесь сидеть очень приятно, комфортно. Здесь вот именно в этой комплектации с классическим вариатором нет таких новомодных штук, маленьких этих. Сразу забегая вперед, скажу, что в той они есть. Все эти гибридные навороты, которые ты просто сразу не понимаешь, как с ними вообще, с какой стороны подходить, как ими пользоваться. Тут такого нет. Поскольку это базовая комплектация, руль здесь самый обычный, в более продвинутых, более дорогих здесь есть еще кнопки управления мультимедиа. Здесь же их не предусмотрено. Классический рычажок, такой абсолютно нормальный вариатор, к которому мы привыкли. Как мне кажется, опять же, это вопрос вкуса, но вот эта панель глянцевая, черная, лакированная, она очень гармонично вписана в салон. На мой взгляд, дизайнеры поработали здесь как следует. Мультимедиа, кнопка старт-стоп, здесь нет классического ключа, здесь все это дело управляется кнопкой. В более богатых комплектациях, также стоит отметить, что в самой дорогой, в S-комплектации, есть подрулевые лепестки. Здесь же их тоже нет. Самая простая вещь. Бардачок. Заглянем в бардачок. Бардачок здесь, хочу сказать, что он не очень большого размера. Прямо скажем, какую-то вот там папку с листами формата А4, мне кажется, что сюда только в сложенном состоянии можно засунуть, так она не войдет. Ну, в общем, для автомобилей такого класса совершенно типичный размер бардачка. А вот с правой стороны у нас находятся кнопки антизаноса и корректор фар, а также кнопка складывания зеркал. Вот даже в базовой комплектации зеркала здесь складываются электрически, ну, электрическим приводом. Кнопки стеклоподъемников у нас здесь синтегрированы на водительской двери, и только одна из них, водительская же, имеет автоматический режим. Остальные кнопки пассажиров, они вот надо нажать и держать, они только в ручном режиме работают. Немножечко о материалах салона. Когда начинаешь выбирать такой автомобиль и читать форумы, вот 80% отзывов, они про то, что здесь сверчки живут в салоне, а там, что пластик этот довольно гремучий. Ну, и вот люди действительно жалуются, это также стоит учитывать при выборе. Очень понравилось, казалось бы, это городской хэтчбэк, вроде бы он ни на какую особенную спортивность не претендует, но здесь сиденье с боковой поддержкой, причем такой довольно ощутимой. И, ну, не просто вот, что они есть, а это, правда, садишься и ощущаешь очень хорошо, что они присутствуют. Человеку с ростом 1 метр 73 сантиметра, ну, совершенно среднему сидеть здесь удобно, головой в потолок ты не упираешься, но человеку ростом от 1 метр 80 или, может быть, еще выше, тут, наверное, будет не так, чтобы сильно комфортно. Еще вот, что хотелось бы отметить, вот эту боковую стойку. На это тоже люди жаловались еще даже в предыдущем поколении фита, что эта стойка очень здорово закрывает обзор. Чаще всего это проявляется при подъезде к светофору, пешеходному переходу, что ты просто не видишь, кто там у тебя с правой стороны переходит. Приходится либо заглядывать вот так в боковое, либо наоборот высовываться, вот это тоже. Ну, я полагаю, что знатные фитоводы к этому со временем привыкают. Главной особенностью салона для пассажиров на задних сиденьях является то, что места здесь сильно меньше, я бы сказал, чем спереди. Передним пассажирам комфортно и вытянут ножки, и вообще, а здесь, конечно, все-таки ты чувствуешь, что ты находишься в маленьком городском хэтчбеке, и людям, ну, роста выше среднего, скорее всего, вот у меня здесь есть расстояние, да, при моем росте нормальное до сиденья, а если бы ноги мои были побольше, они бы упирались и было бы теснее. Здесь, в фитах, очень интересно, в отличие от их собратьев, типа ВИЦов, или там, Сузуки Свифт у него еще есть, такой условный конкурент в этом самом классе хэтчбеков, у них интересны складывающиеся задние сиденья, они образуют просто ровный пол. Ни в ВИЦе соответствующего года, ни в Свифте, если я правильно помню, такое невозможно. Там они так поднимаются, и место, которое получается при раскладывании, оно гораздо меньше. Мы потом немножечко дальше проследуем в соседний автомобиль и посмотрим, что же можно уместить в этот самый разложенный фит полностью, когда заднее сиденье сложенное. В прошлом поколении фитов было довольно много подстаканников, всяких вот мест, куда можно поставить стаканчик, кружку, там все, что вам нужно здесь. Здесь единственное, что можно увидеть, это вот под бутылку выштамповка в дверной карте, и в общем-то все. Вот хочешь тут что-нибудь положить за заднее кресло, и как бы даже-то и сказать больше нечего. Возможно, разве что, кроме вот этого элемента, в более дорогих комплектациях, вот здесь посередине, в центральном тоннеле, находится подлокотник. Я знаю, что некоторые фитоводы еще в прошлом кузове, его можно докупить там, найти отдельный, вставить, просто вставить, это штатное место под него. Но если вдруг комплектация простая, то эта вот ниша используется как подхранение чего-либо, туда можно что-то сложить. Сейчас переместимся в район багажника и посмотрим, что нам приготовила компания Honda здесь. А приготовила она нам багажник, который ощутимо больше, чем у конкурентов, больше, чем у таких автомобилей, как Toyota Vids, Nissan March, Suzuki Swift, ну в общем, одноклассников этого самого фита. Скажем, лично я некогда владел автомобилем Suzuki Swift, и багажник у него был примерно на треть, так уж точно меньше, чем у фита. У новых фитов, начиная, наверное, еще с предыдущего, со второго поколения, отсутствует запасное колесо. Вместо этого японцы кладут компрессор, кладут герметик, ну в общем, кладут ремкомплект. То есть не предполагается, что где-то в городской среде, на которой рассчитано этот автомобиль, можно уж так сильно пробить колесо, разорвать его, что совсем будет невозможно передвигаться. Предлагаю поднять, посмотреть, что у нас вообще здесь представлено. Вот, здесь есть ниша, такой пенопластовая выштамповка, куда можно что-то сложить. Тут такой маленький отсек дополнительно в багажном отделении. А вторая часть, здесь находится вот тот самый герметик, которому потом накручивается шланг, он закачивается в пробитое колесо, если нужно. Видно, что вот он штатный, японский, и, судя по всему, никто его никогда не трогал. И также штатно находится компрессор, который потом используется для накачки колеса. Это тоже, ну, в маленьких, да уж, на самом деле, даже и не во всех маленьких, ну, в таких городских автомобилях, это вот почти что штатная опция теперь, никаких запасок. Домкрат, баллонник, ну и все, что нужно для того, чтобы приподнять машину и поменять колесо в случае необходимости. А сейчас мы переместились в салон гибридной версии этого автомобиля, и здесь сразу бросается в глаза несколько отличий. В богатых комплектациях есть в салоне вставки, скорее всего, вставки под кожу со строчкой. В богатых комплектациях, которые называются с РС приставочкой, там бывает еще красная строчка, ну, прям совсем такой задел под спорт. Конечно, бросается в глаза вот этот селектор коробки переключения передач, той самой РКПП, да, роботизированной механики. Он такой, как во всех современных гибридах, маленький, штуковина. Ну, в общем, уже если поездили в гибридах, уже увидели их, то управление становится интуитивно понятным. Подлокотник. Также атрибут богатой комплектации, это подогрев передних сидений. Если подлокотник открыть, то там будет 12-ти вольтовая розетка. Тоже можно, например, поставить зарядку или что-то воткнуть туда и закинуть в бардачок, посмотреть. И вот в этой комплектации также есть еще кнопка управления мультимедией на руле. А, в общем-то, больше, наверное, отличий и нет. А теперь посмотрим на багажник фита в разложенном состоянии. И сюда с легкостью залазит и даже еще немножечко остается место здесь. И сверху можно уложить, если что-то нужно. Комплект 15-х литых, это штатные диски, вполне залазит. Можно даже еще второй уложить сверху, совершенно нормально влезет. Но конструкция гибридной версии здорово отличается от конструкции версии с обычным бензиновым мотором. То, в общем-то, это все, что находится внутри под фальш-панелью багажного отделения. Очень такая вот небольшая ниша. Можно подумать, что здесь что-то есть еще дальше. Но на самом деле там ничего нет. Там спрятана батарея. Батарея весит довольно много. Она большая и находится под багажным отделением. В заключении хочется отметить вот что. В английском языке есть выражение to be fit. А перевод у него очень простой. Значит, быть удобным. Садясь за руль этого автомобиля, лично у меня сложилось впечатление, что я сегодня успею везде. Он шустрый, маленький. Такой вот сел и поехал. И сделал все свои дела. Действительно, очень удобный городской автомобиль. О ценах. Вот этот автомобиль, он рестайлинговый. Рестайлинг произошел в 2017 году. И какие-то автомобили этого года еще оказались дорестайлинговые. А какие-то, как этот, уже прошли рестайлинг. Его стоимость в районе 900 тысяч. А дорестайлинговые фиты сейчас можно, ну, приблизительно около 800 тысяч рублей. С 10 месяца этого года, 2022, станет проходным четвертое поколение. Вот здесь у нас будет фотография этого самого нового поколения фита. И его также можно будет перевести. А с вами был Артем, компания Tatsy. Автомобили и спецтехника с аукционов Японии. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Вы нам очень помогаете. Большое спасибо, что смотрите. Всем пока.